Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Это программа «Дневной разворот», «Дневной разворот» в Кирове. Мы приветствуем вас. Добрый день. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Мы сразу же представим нашего гостя, который будет с нами во втором части. Это Дмитрий Русских, депутат ЗАГС Собрания Кировской области. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Владимир Сметанин, Елена Овчинникова и Дмитрий Русских. Вот и собралась наша компания на сегодняшний день. Давайте мы второй час начнем с того, что... Подведем итоги опроса. Да, у нас же опрос был. В первом части мы говорили по заброшенным дачным участкам, огородам и так далее. И мы спрашивали вас, лучший вариант летней дачи для вас, что это? Вот каким образом сформировались ответы. 70% почти предпочитают загородный дом, в котором можно жить круглый год. Ну, действительно, красотища. 19% в дом, плюс огород в деревне. И 12%, ну, почти 13%, 6 соток в ближайшем пригороде. Ну, так или иначе, все варианты востребованы. Все-таки тянет наш народ к земле, к возделыванию. Да. Вы же видите, что основная масса людей, она хочет жить постоянно в загородном доме. То это первый путь такого европейской цивилизации. То мы все равно все ближе и ближе подходим к тому, что мы становимся как европейцы. Потому что, как бы, вот у них быт такой. Они тоже все хотят. И в большинстве случаев живут в своих собственных домах. Жить загородом, ездить на работу в город. Ну, вы знаете, мы, как бы, да, пожить, подышать свежим воздухом, покопаться в земле. Вот, в конце концов, даже покататься на лыжах, если это зима. Вот, но есть одно но, которое связано с тем, что люди уезжают и летом, в начале осени работают на своих огородах и так далее. Живой пример, собственно говоря, выборы. Очень маленький процент явки избирателей. Причина, почему основную причину называют. Все были в садах и огородах, копали картошку, там, моркошку и так далее. То есть, вот этот вот единый день выборов, 8 сентября, он как-то, вот у нас был как-то, случился неудачно, можно сказать, да? Ну, учитывая явку, да, избирателей. Так вот, насколько я понимаю, и, собственно, мы об этом сегодня и сейчас и будем говорить. И у нас Дмитрий Михайлович, собственно говоря, с этой целью и приглашен для того, чтобы узнать. Да, приглашен. Приглашен. Ну, у нас многие там знакомые мне говорят, а ты что, специально напрашиваешься на эхо, тебя постоянно приглашают? Я говорю, я никогда не прошусь. Если меня приглашают, я как культурный человек всегда прихожу. Вот так вот, действительно, вот так. Да, Дмитрий Михайлович. Тем более не проплачиваю, как у нас некоторые в ЗАГС-собрании товарищи. Дмитрий Михайлович у нас ничего не проплачивает, и он у нас не на окладе. У нас просто, когда есть вопросы, а Дмитрий Михайлович готов с нами говорить. Вот. И вы уже понимаете, что это всегда интересно, это всегда и неожиданно, и так далее. То есть Дмитрий Михайлович у нас просто периодически бывает и спасителем во многих вопросах. Вот как сейчас. То есть мы еще неделю назад с вами обсуждали, да, в понедельник мы с вами обсуждали итоги выборов. Да, в основном городские выборы, да. Вот. И тогда практически все сказали, вот, очень малая явка связана как раз с тем, что люди были в садах и огородах. Вот. И я знаю, что вот этот вот день признан как бы достаточно неудачным для единого дня выборов, потому что если москвичи, если мегаполисы, допустим, люди, живущие в мегаполисах, действительно не так часто и так много уезжают на дачу, то у нас-то завершение огородного сезона, это самые такие святое дело и тяжелые дни. На этом урожай, а потом люди некоторые живут целый год. Целый год живут, бывает, да. Так вот, но все-таки существует, возникло недовольство именно этим днем. То есть днем единого голосования, который совпадает с уборочной страдой. Вот. Дмитрий Михайлович, мы сегодня будем говорить на эту тему. Есть ли какие движения, есть ли какие-то события? Ведь народ активно заявил, что день неудобен для голосования. Вот давайте мы сегодня поговорим на эту тему. Возможные изменения, как люди двигают этот процесс. Законодатели услышали, народ и сами понимают ли, что действительно отчасти весь где-то. И это правда, потому что когда ты наработаешься уже, никакие выборы тебя, мягко говоря, не интересуют. Да, Лен, вопрос, в общем-то, понятен. У меня сразу встречный вопрос. Неудобный день выборов для кого? Для тех, кто садисты. Для садовки избирателей? Да, для избирателей, получается. Для избирателей, а это абсолютное большинство. Даже с большим количеством желающих баллотироваться. Мне кажется, что вот этот единый день голосования в нашей стране и вообще до него проходящая там избирательная кампания, там четко показывают, что невысокая явка сегодня очень выгодна власти. Объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, я докажу потом впоследствии. Нет, погодите, давайте, извините, вопрос задам. То есть народ, который электорат, он хочет другой день. А власть, которая сама себя и двигает, да, в своем ли собственном лице, в лице своих ставленников, вот ей как раз и не надо явку. Может быть, и поэтому снижен вот этот вот, нет вот этого критерия, что должно столько людей прийти. И если столько не придет... Пороги убраны у нас. Пороги, да. То в данном случае, сколько бы ни пришло, выборы состоятся. У меня есть там личное свое понимание ситуации, это моя точка зрения, что не специально выбран такой день, понимая, что основная часть людей, которая, как бы, может быть, более активная, она находится где? Или в садах, или в отпусках, или на дачах. И, в принципе, просто на природе, потому что вот у нас 8 сентября был прекрасный день. Дивный день был, да. Дивный день, да. И сам Бог велел съездить за грибами, подышать, просто подышать. И я думаю, что такие решения приняли большинство. И в данной ситуации, мне кажется, что есть определенный расчет на это, потому что власть всегда мобилизует свой электорат. Мы понимаем, кто их сегодня электорат. А давайте для понимания, давайте мы сейчас уточнимся, о какой власти мы говорим, потому что единый день голосования. Определяла федеральная власть. Определяла федеральная власть. То есть, давайте так, мы абстрагируемся от решения кировских властей. Они у нас приняты федеральными властями с учетом интересов и региональных, и муниципальных властей. И определен определенный день. Я не думаю, что там федеральная власть сама по себе решила, что 8 сентября. Я думаю, что была социология, были переговоры и разговоры с региональными, с муниципальными властями о том, что какой все-таки день лучше. Ведь смотрите, сегодня какая интересная ситуация, и это было доказано по Москве. Значит, в Москве, мы все говорим, была низкая явка. Значит, на тех участках, где было... Почему мы говорим, была низкая явка? Я слышала президента, я слышала Собянина, они все говорят, ух, какая явка была. Все же считают, что Москва это та часть нашей страны, где активность населения гораздо выше. И мне кажется, что сегодня большинство все-таки считает, что пришли 28-30 процентов, это низкая явка для Москвы. Тем более на выборах президента явка была выше 50. Что показала сегодня динамика тех участков, где была явка выше среднестатистической по Москве? Процент Навального выше. То получается, что чем выше явка, тем процент у Навального выше. Чем ниже явка, тем больше процентов у Собянина. Это тоже показатель. Несомненно. Сегодня же все говорят, что там низкая явка сработала на руку Навальному. Это неправда. Есть участки, и это четко видно. И, кстати, штаб Навального это четко показал на определенной схеме по участкам, по каждому в Москве, по избирательному. То видно, чем выше явка, тем больше процента у Навального. И они даже вывели форму, если бы явка была 50 процентов, Навальный бы значительно больше набрал процентов и значительно меньше бы набрал Собянина. И был бы второй тур. И был бы второй тур, конечно. Математикой никуда не уйдешь, это все видно. Вы знаете, собственно говоря, делать заявление о том, что правительству, руководству страны, руководству на региональных уровнях выгодно как раз отсечь тех людей, которые в садах, в огородах и так далее, отсечь от выборов. Но это, наверное, все-таки немножко голословно, потому что, ну, не знаю. Лена, это не голословность, это просто есть определенные технологии выборные, да. И для них сегодня, вот 8 сентября, свой электорат Единой России и тех, кто готов голосовать за власть, мобилизовать гораздо легче. Потому что ихний электорат по-любому придет. Мы же знаем случаи, когда заставляли учителей, врачей, людей, которые работают в администрациях, обязательно прийти на избирательный участок. И они в большинстве случаев придут. Точно так же мы сегодня четко говорим, что раньше низкая явка, буквально 3-4 года назад ситуация была другая. Для партии власти Единой России была важна высокая явка. Потому что если низкая явка, это, как они говорили, приходили бабушки и дедушки, они в основном голосовали за КПРФ. Сегодня тренд полностью поменялся. Мы сегодня четко видим, что сегодня и бабушки, и дедушки в значительной части голосуют за партию власти. Особенно через социальные всякие обслуживающие компании. И вплоть до того, что приходят тем, кто голосует на дому и спрашивают, а вы за кого будете голосовать? Они говорят, за Иванова. А почему и за Иванова? А приходил мой врач, который нас обходит по дому и сказал, что я должен голосовать за этого. Или приходил социальный работник и сказал, что я должен голосовать за этого. И они так и голосуют. Нет, это как такой вариант, когда бабушки и дедушки, понимая, что им, собственно, уже недолго остается. Нет, бабушки и дедушки понимают... Лишь бы не было хуже, и поэтому они голосуют за это врач. У них там четкое понимание. Пенсию платят, социальный работник приходит, врач приходит. Вроде бы как бы все и хорошо. Они как бы в какой-то момент не думают. Ну, есть, конечно... Нет, Володя сказал хорошую фразу. Он сказал нехорошо. Он сказал, как бы не было хуже. Да, да, да. Они за стабильность. Они за стабильность. Пускай такую. Пускай такую. Ни шатка, ни ваше. Ни шатка. Но получается, что все равно это как бы электорат уже становится власти. Они тоже там участие принимали, чтобы они считали, что сегодня ситуация стабильная. Дмитрий Михайлович, но это не криминал. Я считаю, что это достаточно мудрый расклад, потому что, извините, а почему коммунисты не пошли? Почему вот эти не пошли? Справа Роса, почему эти не взяли для своей поддержки вот тоже срез социальный, да, который мог прийти и сказать, ребят, я доктор, давайте вот так. И люди могли при старании это сделать, потому что врач, собственно говоря, ну давайте спросим, вот отдельно взятого или через раз врача и спросим, что тебе дала Единая Россия? Нет, подождите, он предлагает голосовать за Воронова не в плане Единой России, а из-за того, что его главный врач или там зам главного врача сказал, что у них сегодня задача вот такого плана. И я не думаю, что какой-то там, да, я думаю, что есть врачи, которые этим не занимаются, но какой-то врач скажет, а мне какая разница, если мне начальство дало такую команду. Они тоже за стабильность частично, понимаете? Ну смешно было бы, если бы, да, Единая Россия начинала уговаривать сдворников, я бы тоже пошла к главному врачу и сказала сверху вниз, пожалуйста, доведите. Если бы я оказалась на этом месте, по-моему, в этом есть определенная логика. Они ухватили те позиции, которые стратегически значимы. Которые финансируются за счет бюджетов. Есть часть людей и, по-русски говоря, электората, которые непосредственно сегодня зависят от власти. Вот вчерашний сбор, значит, в честь ингурации Собянина, там четко показал в интернете, на Эхо Москвы, кстати, на московском, очень много говорили и звонили люди, которые им четко сказали, что все прийти на поклонную гору 18.30. Так. Для чего? Для того, чтобы как бы поздравить. И не обсуждается вопрос, что не придет. Там написана явка 80%, 90%. Раньше, как многие говорили, что они и так раньше их заставляли, они ходили, им давали хотя бы, допустим, один день отдыха или там... Пакетик с крупой, с сахаром. Да, да. То сегодня позиция другая. Там, если не придете, не будет премий. Ну, понятно, что... А, это незаконно. Слушайте, ну это... Мы же прекрасно понимаем, что все незаконно. Мы прекрасно понимаем, но это незаконно. В данном случае, когда вчера начали обсуждать, покажите хоть один документ, кто и как вам сказал, понятно, все говорят, но никто подтвердить не может. Но мы знаем, что это происходит. И вся проблема власти, что она пытается таким образом создать видимость поддержки. Это очень опасная тенденция. Ну, Дмитрий Михайлович, вы запугали. Вы реально запугали, хотя нет. Я думаю, что наши слушатели все это прекрасно знают и понимают. Нет, нет, вы запугали, да. Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, все именно так и обстоит. Но, Дмитрий Михайлович, на то она и власть. А на то у нас и многопартийная система. Нет у нас никакой многопартийной системы. Может, мы видим последним выбором. Понимаешь? Ну нет, нет ее. То есть наличие КПРФ, Справедливой России, вот всяких этих платформ и трудовых партий. Вы сидите и что-то ждете, пока манна небесная на голову. Или вам приказано, вашим лидерам приказано сидеть и ждать, пока, значит, вот после вашего томительного ожидания, молчаливого, вам не отломят какой-нибудь кусочек. Дмитрий Михайлович, все идет на круги своя. То есть если мы в этом живем, стоит ли горячиться, суетиться и обсуждать и так далее. Если все завершено, все закончено, и мы как лошадки бегаем, даже не мы, а вот это вот руководство, все вот по одному кружочку, как в цирке. Тык-тык-тык-тык-тык по известную музыку. Никто не встревает, никто не мешает, барьеры не ставит, факелы не зажигает, чтобы лошадки хотя бы прыгали в разнобой. Это типа того, что куклы сняты, краски смыты, да? Да-да-да, Макаревич, да. Это Макаревич. Вот, мне больше нравится песня про ресторан. Вот товарищ Свосток, это он сует жестоко. Ему пара нужна. Ему пара нужна, да. Ну вот сегодня как раз власти нужна пара. С кем это все делать? И поэтому давайте мы обратно все-таки перейдем. Я понимаю, что мы будем снова и снова уходить к доказательной базе того, почему это нужно властям. Но давайте все-таки будем переходить к вопросу, по которому мы здесь сегодня собрались. И так вы осознаете, и вы прекрасно понимаете, что есть значительно большая группа людей, электората, которые говорят, что 8 сентября это не тот единый день выборов, который нужен стране. Это есть. Вы слышали уже об этом, наверное, и много. Многие говорят, что на самом деле неудобный день. И мы уже объяснили с вами, почему. Но у нас же очень часто происходят некоторые фрагменты, когда мы говорим одно, а на том краю или не слышат, или пытаются не слышать. То будем надеяться, что то, что сегодня многие говорят о том, что день неудачный, будет в ближайшее время пересмотрено. И назначен другой день. Кем пересмотрено? Ну, федеральной властью. Все-таки федеральной властью. Но вы тут здесь, подождите, вот просто от вас идет поток информации, и пытаясь, стараясь не перебивать, периодически забываешь отбиваться по позициям, которые были вами произнесены в свое время, в начале разговора. Вы сказали о том, что у региональных властей есть возможность поменять, изменить. Так вот, давайте будем уточняться. Это все-таки федеральные власти услышат? Нет, я такого не говорил. Региональные власти в данном плане не могут никак подействовать. Не могут. Не могут. Есть федеральные решения единого дня голосования по всей стране. И регионы поменять ничего не могут. Нет, ну как они могут? А, не могут? Нет. Подождите, но тогда вопрос, сколько, три или четыре субъекта федерации не проводили никаких выборов? Я прочитал в интернете два или три, потому что там вообще не было. Два или три, да. Это Санкт-Петербург, по-моему, еще какой-то... Вообще некого выбирать. Ну, у них как бы не подошло, допустим, на 13-й год, на 8-го сентября, конкретно, кого выбирать. У них никто не ушел из городской думы, у них никто не вышел из законодательного собрания. Да я в это не поверю. Люди смертны, люди меняют место жительства, люди меняют приоритеты, позиции. И вот все. И я считаю, что просто не было это, зачем мы сами все сделаем. И вот в трех субъектах федерации не может быть, чтобы все места были, извините. Не может быть, что они могут в другой день как-то провести. Ну, не бывает такого чуда. Что же они теперь будут еще год ждать, если у них места свободные есть? Ну, значит, у них в этом нет потребности, и они будут ждать уже каких-то изменений уже 8-го сентября 2014 года. Единый день коллеги. Точно так же, как и у нас в Кировской области, будет в тот момент и выборы в муниципальных образованиях в некоторых, и выборы губернатора Кировской области. Итак, то есть мы с вами уточнились. Мы с вами уточнились. Идея одна возникла. По большому счету, наверное, для нашего страны, для нашего народа, ни один день в году не будет удобен для голосования. Осенью дожди пойдут, настроение плохое зимой, морозно. Весной любовь на уме, летом все в отпусках. Вот смотрите, сам вот этот единый день голосования. Может, зависит от позиции, все-таки от гражданской. Можно я, Володя, отвечу? Володя, говорите за себя. Про вас там мы услышали. Весной у вас любовь, зимой волну. У нас в 2011 году были выборы в ЗАГС Собрание, по-моему, 14 марта. Явка была довольно-таки очень приличная и хорошая. И я так понимаю, что весна, вот именно март, такой хороший период времени. По крайней мере, по Кировской области ЗАГС Собрание прошло с хорошей явкой. Дмитрий Михайлович, а вы не находите, что масштабирование все-таки, количество электората, зависит не от сезона, там, летная погода, нелетная, картошка у нас или морковь. Не от этого. Понимаете? От веры. От масштабирования. От веры. Подождите, тоже та же самая Единая Россия подняла бы на ноги всех, если бы вопрос касался там двух, трех, пяти человек или всего законодательного собрания. И пусть это было бы 8 сентября, но все равно бы пошли, понимаете? Стабилизацию свою бы электората не сделали. Зависит от масштабирования выборов. И потом, простите, пожалуйста, вы сказали, единый день голосования и в следующий год, в это же время, 8 сентября будет, а если это понедельник? Значит, это будет понедельник. А, то есть теперь, нет, вы не поняли, что произошло. Если единый день голосования застабилизирован на уровне 8 сентября, на какой бы день ни приходил, у нас будет праздник. Так, сентябрь 2014 года, 8 сентября, понедельник. Понедельник, вот. То есть что, у нас дополнительный выходной, Дмитрий Михайлович, и тогда будет такая могучая явка с утра. Согласен. А дополнительный выходной нам. Или если все-таки там написано, может быть, на первые, может, извиняюсь, может быть, там написано в федеральном законе все-таки ближе, что первый выходной, первой недели сентября. Давайте, Володь, давайте посмотрим все-таки. Единый день голосования, это первые выходные сентября, или как-то по-другому. Да, то получается тогда, что в следующем году будет седьмого. А тогда, получается, вторые выходные, потому что первое сентября было воскресенье, и что нам мешало голосовать первое сентября. А, второе выходное, да. Вот, тогда второе выходное. Первое сентября у нас день знаний. Я не думаю, что мы в понедельник, 8 сентября 2014 года сделаем еще специально выходным днем. Отдельный праздник у нас. Как-то в США мне вспомнилась схема голосования президентских выборов на выборах. Первый вторник после первого понедельника, ноября месяца как-то так. Ну как-то да, у них тоже очень сложно. Первый вторник после первого понедельника? Сложно. Первый понедельник понятно, второй вторник после первого понедельника уже непонятно. Нет, это я уже утрирую. Вы были в Америке? Нет. Как у Жваневского, да? В Америку захотелось. Вы там были, нет, не было. Интересовался бы, да, узнал такую вещь, что так выборы происходят. Значит, давайте возвращаемся опять к этому вопросу. Народ недоволен. Возможно, федеральное правительство будет решать вопрос об изменении. Ну такое предложение, я так понимаю, чтобы уже поступило от руководителя фракции «Справедливая Россия» Миронова. Если я правильно слежу там за СМИ, то он уже обратился. Но Миронов считает, какой день наиболее? Миронов тоже садовод, он тоже, видимо. Миронов не сказал конкретный день, но сказал, что 8 сентября, или там, как мы говорим, 2 выходной сентября ближайший, неудобен для выборной кампании. Ну вообще, начало октября, это еще бархатный сезон, и многие еще отдыхают. Кстати, Жириновский поддержал, он сказал очень интересную ситуацию, как обычно, говорит Миронов, мы все как дураки, и замгубернаторы, и губернаторы, и главы департаментов все лето сидели на рабочих местах и занимались выборной кампанией, хотя должны были отдыхать. И такое количество людей не могло отдохнуть, потому что 8 сентября должны были происходить выборы. То вся выборная кампания проходила именно в летний сезон. Слушайте, а это логично, смотрите, вот допустим, возьмем нашего губернатора, да, просто, вот ситуацию, гипотетически, просто, вот я беру, вот фамилия губернатора на слуху нашего, берем, выборы 8 сентября, что-то тут у нас пошло не так. Что-то у нас взяли, допустим, и выбрали, не ту партию во главу поставили, и ту, значит, Никиту Юрьевича хаба, и говорят, что ж ты губернатор такое делал, а ты ничего не делал, смотрим, ты же в отпуске был, правильно сказал Жириновский, ни отпусков, ничего, вот. И работают все, там, не только большие руководители, фактически все департаменты, они все завязаны, когда идет большая выборная кампания в регионе, работает весь административный ресурс, и никто в отпуск не может уйти, потому что все считают, что если ты ушел в отпуск, не дай бог, что-нибудь провалится, будешь крайним. Конечно, будешь крайним, ты там валялся пузом кверху, да, на пляже, да, грел там. Или даже в огороде работал. Или в огороде. Ну, помните, как президент, да, упрекнул нашего губернатора в январе, это месяц, за тарифы ЖКХ, а где губернатор? А он вот взял там выходные, да, он брал, нет его на месте. Нет его, да, и, конечно, Никита Юрьевич, у него больше ждет нечего, чем заполнять вот эти квиточки и рассылать. Очень правильно, будто нет других структур, которые должны наблюдать. Просто пока в нашей стране критерия оценки работы власти для федеральной власти является, там, процент голосования за партию власти, ничего из этого хорошего не выйдет. Не выйдет, абсолютно. Я уверен, что... Нет, кстати, я обратила внимание, что уже неделю многие каналы начинают, правда, вчера Прохорова, он рассказывал, да, сколько проголосовало, ему сказали, давай не в проценте, давай количество человек. Да. Вот, поэтому, как бы, к процентному соотношению уже как-то вот так относятся. Именно хочется озвучить количество людей, которые за тебя пришли. Ну, он вчера озвучил, сколько проголосовало за него в Москве, 800 тысяч, а в этом... 600, по-моему, он сказал. 600, он сказал, проголосовало при низкой явке и больше процентов за Навального, за него просто голосовало 600 тысяч за Навального. А при большей явке и при 20 процентов за Прохора на президентских выборах за него проголосовало 800 тысяч. Вот, как бы, он две цифры озвучил. При всем при этом хочу сказать, что мне все-таки кажется, что вот эти критерии неправильны, раз. Во-вторых, если бы сегодня на местах руководители, которые олицетворяют власть, работали хорошо, качественно, и люди бы видели их результат, их не надо было загонять палками на выборы. Они бы сами приходили, и они бы поддерживали это бы направление. О том, что да, нам нравится эта власть, нам нравится глава города или там глава региона, мы при нем видим существенные изменения в лучшую сторону. Мы придем и его поддержим. И не надо ничего тут мудрить. Нет, я думаю, что на это нужно время, потому что на последний выбор... Не время, нужны профессиональные руководители, которые умеют работать и знают, что делать. Возможно, да. Возможно, трибуны нужны. Если, извините, сегодня у нас стоит человек, который не понимает... Дмитрий Михайлович, руководители или трибуны нужны? Я считаю, что нужны трибуны, которые могут объяснить, потому что... У нас, Лен, трибун выше крыши. Посмотрите, у нас сегодня вся власть на телевизоре открывает, режет, встречается. А толку-то от этого какой? Я считаю, что надо вообще для них закрыть полностью всю информацию, ограничить до минимума, да, и запустить их, как говорится, в поле. И люди уже на местах увидят. Вот появился у нас сегодня парк, за которым мы все боремся. Он отремонтирован, он с фонтанчиком, он с детской площадкой спортивной. Хороший руководитель. Все люди между собой скажут, прекрасный человек. Давайте будем его поддерживать. Он сегодня сделал дорогу, молодец. Садик построил, тоже молодец. Мы пойдем и за него проголосуем. Мы хотим, чтобы он еще пять лет, еще больше что-то сделал. Если он сидит на... Нет, у нас немножко по-другому. Полпарка оттяпали. И уже продают полпарка, да? Да, полпарка оттяпали, значит, школу не построили. Зато пять с половиной миллионов на ремонт коридора здания мэрии. Машину себе они купили, зарплату подняли. У них вроде все хорошо. У них хорошо. А они пытаются нам сказать, что у нас тоже все хорошо. Да ничего у нас нехорошо. Вот в этом и парадокс. И люди не верят во власть, и они не идут голосовать. В этом и парадокс. Власть не заинтересована в явке, потому что она не создает условия для того, чтобы население ее поддерживало. Я сижу после выбора с соседками, спрашиваю, за кого голосовали за этих. Я говорю, милые мои, почему? Они говорят, потому что. Я говорю, ну почему? Я говорю, вам хорошо живется? Нет, плохо. Началось. Вот здесь нехорошо, здесь нехорошо. Зарплата, дети, вот это, внуки, все. Проблемы, проблемы, проблемы. Я говорю, почему вы голосуете за тех, собственно говоря, благодаря кому у вас имеются эти проблемы? Они говорят, за другого проголосуешь, вдруг еще хуже будет. Вот это вот железная позиция. Поэтому я говорю, нужен трибун, который убедит, поменяй, а вдруг будет лучше. Давайте мы уйдем на небольшой перерыв, а потом вернемся. 708-502, номер для телефона, который мы не озвучили в этом часе. Забыли. А вот сейчас и озвучили, 708-502. Набирайте. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот», времени не так много. Да, времени не так много. А серьезных размышлений еще есть. Да, у нас есть еще чего поговорить, чего спросить и чего ответить. И мы все-таки продолжаем вот эту тему. Итак, переходим к единому дню голосования. Я понимаю, что предложение все-таки будет внесено и будет рассмотрено. Возможно, день перенесется. К вам, Дмитрий Михайлович, вопрос. Когда вы считаете, какой день удобен для выборов? Володя предположил, что никакой. Я уже сказал свое понимание, что весна, наверное, для людей более удобна. На том варианте, который у нас был 14 марта 2011 года в ЗАГС «Абраньевка» была довольно-таки высокая. Потому что не начался еще дачный сезон. Володя позволил себе намекнуть, что в любовном угаре молодежь не пойдет. Мне кажется, молодежь в любовном угаре, она уже чуть попозднее, когда уже все зацветет. Там апрель и конец мая. Все-таки март, солнце уже вышло, уже чувствуется весна. И, в общем-то, еще, как Володя говорит, такой влюбчивости пока еще рановато. Это еще не идет ничего. Вот странные мы люди, россияне, в любой другой стране. Я говорю странные, да. Вот президент бы сказал, в этот день идем голосовать. И все бы пошли с троем, и так или иначе, с семьями какими-то небольшими коллективами туда бы и пошли. А у нас, значит, сегодня холодно, завтра жарко, потом у нас любовь, а тут у нас картошку копаем. Короче, у нас выборов. Наша страна еще учится в культуре выборов. Мы всего выборной кампании-то живем. Ну, недаром же все требуют царя, понимаете? У нас есть царь, ну что ж греха стоять. Ну, есть у нас ленцарь. Ну, у нас царь есть, да. Царь есть, который, в принципе, все решает, все ему пишут, и все управление идет в ручном формате. Дмитрий Михайлович, ну, давайте по такому варианту царь вообще везде тогда есть, как бы. Ну, да, я имею в виду императора всей Руси, где никаких собраний, этих самых голосований и так далее. Начальник сказал, ну, царь сказал, хорек, значит, хорек. Вот. Ну, что ж, давайте. Я знаю, что кроме вопроса по рассмотрению о дате единого дня выборов, есть еще вопросы по составу. Да, по пропорциональности. Вот чего греха таить? Смотрите, я уже на прошлых выборах, и, наверное, все уже заметили, не вот те вот, которые до выборы, да, серьезные выборы, вы заметили, что уже очень многие кандидаты не апеллировали тем, что представляют партии. Особенно это было заметно по единороссам. Они не говорили. А некоторые в городской думе даже стеснялись своего партии, своей партийной принадлежности. Но потом организованно все вошли в одну фракцию. И стесняются до сих пор, и говорят, нет, 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 я не из этих. Вот. То есть как-то пошел категоричный отход от партии, стала, вот вы сказали очень правильную фразу, что люди идут не за брендами, а за личностями. Взросла роль. Да, я вот, смотрите, еще по единому голосованию. Бренд это название партии. Он очень четко показал, и в первую очередь, я думаю, что социология и вообще аналитика власти, она в этом плане сработала моментально. Как бы по всей территории Российской Федерации было четко видно, что сегодня фактически бренды не работают. Работают люди, идут голосовать за личности. Жалко, Лучинин вам ответить не может. Он бы вам сказал, что... Ну, Лучинин пускай ответит, почему у него половина партии стесняется, что они члены партии, то, что вы сейчас сказали. Дмитрий Михайлович, вы сказали много, половина партии нет. Нет, нет, нет. Хорошо, это ваше личное, что объективное мнение. Значит, при всем при этом, как бы, мы четко понимаем, что тренд поменялся. Политическая система требует изменений. Все партии, которые были там на протяжении 20-15 лет в нашей стране, уже не имеют такого интереса от избирателей, от населения, и они не востребованы. И мы сегодня видим там пример Навального в Москве. Он обогнал все оппозиционные партии по голосованию, типа обычного блогера и независимого там кандидата. Значит, точно так же, как Ройзман победил в Екатеринбурге, да, победила в Петро Заводске, по-моему, девушка 33 года, значит, тоже независимая. Ну, это пожилая уже девушка. Ну, нет, ну, это молодая для нашей политики, ну, 33 года. А для политики, да. Для политики, да. Очень хорошая, ну, она и не для политики, молодая, ребят, я считаю, что молодая. Ну, зря уж вы так. Так, ладно, хорошо. Я считаю, что все женщины в своем возрасте по-своему хорошие, как бы. И в данном случае, как бы, власть четко определила, что надо срочно менять систему, потому что она уже не работает, она встает. Уже бренды не играют никакую роль, а играют личности. То буквально вчера Государственная Дума приняла в первом чтении закон. Буквально прошла неделя. Законопроект. Законопроект, в первом чтении он уже принят, они меняют пропорциональность в региональных и муниципальных Думах, значит, состав, сколько составляет партийный список, сколько одномандатники. И они поменяли его уже 75, это одномандатники, и 25 партийные списки. То пропорция сразу поменялась. Дмитрий Михайлович, подождите, либо я не понимаю, либо наше руководство решает 75% одномандатников, либо у нас все-таки император. Императору не выгодно иметь одномандатников. Простите, подождите, подождите. Едва неприличные слова не сказала. Лена, тут все очень просто, на самом деле. Значит, на сегодняшний момент, как бы, власти выгодно иметь одномандатников. По здравом размышлении руководителю выгоднее контролировать и курировать плотно сбитый коллектив, там, стая, еще какая-то там... Вы не переживайте, когда они пройдут, их всех, как вы говорите, собьют, объединят и все решат. При всем при этом надо четко понимать одну ситуацию, что 25%, которые остаются на партийные списки, туда попадут единицы. Дмитрий Михайлович, вы сами себе противоречите. Вы говорите о сильной личности, сильных личностей, и не очень-то ты в одну ту самую и сгребешь. Подождите, ну, хорошо. Одномандатный округ, вот, допустим, в Кировской области у нас 54 депутата ЗАГС Собрания. В этом году, в 2011-м, избирались 27 по партийным спискам, 27 по одномандатным округам. Сейчас пропорциональность поменяется. Сейчас, если мы примем, будет, федеральный закон и внесем изменения в Кировской области закон, то получается, что у нас будет 25% это будут те мандаты, отданные под партийные списки. Это получится у нас, сколько, 54, где-то сразу сокращается на 13 депутатов. Значит, 37 получается одномандатных. Вы знаете, так... 40, да, депутатов будут одномандатниками. Вы знаете, так смешно, вот, смотрите, мы об этом говорим. Вы задумались о том, что количество членов партии, вот, начиная не с головы, а с хвоста, оно очень сильно сразу же отсечется. Останется одна голова, хвоста не будет. Потому что партийные списки уменьшатся, и... Попадание будет тяжелое. Попадание будет крайне тяжелое. И там будет очень сильная борьба. Два-три первых человека, и все, точка, да. А хвосту-то чего валандаться, понимаете, незачем. Я так думаю, что им вилять? Лучше сиди дома. Ну, смотрите, значит, Госдума в первом чтении приняла такие поправки уже, да. Все оппозиционные проголосовали партии против, Единая Россия ей хватило голосов, она приняла. Значит, тут же вчера буквально Минюст Российской Федерации зарегистрировал Народный фронт. То тут не надо быть суперумным и говорить, что сегодня Народный фронт не будет партии, которая будет претендовать на что-то именно по партийным спискам. Народный фронт будет как раз на одномандатных округах выставлять своих кандидатов. У них сегодня есть запас известных врачей, учителей, спортсменов, личностей, за которые могут пойти голосовать. Лишь бы не звезды эстрады. Да, ну и звезды эстрады тоже будут. И при этом, как бы, им не надо будет одевать там бренд какой-то партии, они пойдут от Народного фронта. Это не партия, это общественная организация, которая зарегистрирована. То у них-то как раз все хорошо. Кто посчитает нужным, сильным, как вы говорите, из хвоста Единой России, этой же, из партии власти, понимая, что он не проходит, перейти в какие-то другие движения, то он может спокойно прийти в Народный фронт и пойти по одномандатному округу. Ну, то есть мы вернулись в цирковую арену. Да, это игра. Несмотря на все, что принято и не принято, сумма не меняется. То есть вот как бегали по замкнутому округу. Меняется политическая система в нашей стране. Сегодня, как бы, люди, которые занимаются этим на уровне администрации президента, четко видят, что система, которая 20 лет была, когда было в парламенте 4 партии, им отдавали определенный процент на всех. Они, как бы, спокойно сидели, они создавали вид борьбы, значит, оппозиционной. Не создавалась такая, типа, демократии выборной, но это не приходило определенной рамки. При всем при этом они последний год, чтобы еще им было спокойнее, получали деньги из федерального бюджета. Те три партии, которые, четыре партии находятся в парламенте Российской Федерации. Значит, эта система сегодня на выборах показала, что она уже не работает. Уже появилось очень много партий. Посмотрите, побеждает в некоторых регионах. Там патриоты России. Дмитрий Михайлович, вы же сказали, появляется, появляется, появляется. Насколько я понимаю, да, вот все, что мы сейчас говорим, вот я очень часто вот говорю, да, вот возьмите демонстрации силы и силы демонстрации. Они-то разные вещи. Абсолютно разные вещи. Вот. И мы говорим, говорим. И в конечном итоге мы вроде так бодро начали. Вроде электорат сказал, вроде к нам прислушались. Ну, как-то, ну, в общем, поменяется день, а все остальное не поменяется. Система меняется и схема меняется. Потому что я хочу сказать, что любая власть работает на то, чтобы удержать эту власть. И для нее там важны методики. Сегодня методика, которая была... Ну, то есть нам дали тарелку супа в виде дня. Да. А все остальное, как бы, все остальное осталось. Ну, очень забавная история, да, как вот в анекдот недавно прочитала, что слово не воробей, да, вылетит, не понимаешь? Но у нас в России все не воробей, кроме самого воробья. Ну, что ж, Дмитрий... Лишь бы мы не были воробьями. Да, да, да. А почему, собственно говоря, нет. Дмитрий Русский, гость студии. Мы прощаемся. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. До свидания. Спасибо.